Блин, а песню-то мы какую петь сегодня будем? Ты-то, кстати, поешь сегодня. Моя очередь. Давай еще что-нибудь на гуглю. На гугле. Хорошо. А пока ты гуглишь, я покажу одну штучку, которая мне пришла. Ой, неужели это Яйкин? Нет, я Яйкин заказывал. Те, кто нас смотрит в записи, они увидят это. Те, кто нас слушают, говорю словами. Мне пришла абсолютно бесполезная вещь. Под названием Rabbit R1. Почему бесполезная, потому что... Ну да, уже все сказали, что там просто приложение, которое можно скачать, на доступе поставить все то же самое будет. И я вам скажу, а, еще и взломали ее, и уже вроде даже фикс сделали. Ребята, на странице есть целая, на которой они пишут, как движется фикс этого бага. Там с ключами проблемы были. Я вам так скажу. Эта штука стоила, по-моему, 200 долларов. 100 долларов они мне дали еще на 100 долларов перплексти бесплатно. То есть, по факту, она стоила 100 долларов. И я могу сказать, я ее еще не запускал. К сожалению, не было у меня времени. У меня вчера форс-мажор случился. Жена пальцы в блендер засунула. Сидели целую ночь. Это вообще жесть просто. Ну, такое бывает. Все обошлось, палец функциональный, ходит теперь в бинте и не может на пистолетик урок нажимать какое-то время. Повезло тебе, в общем. Да. Но это я к чему. Не успел ее обозреть, эту штуку, но я успел ее вот открыть, распаковать. Я вам скажу, что даже если она работает херово, Teenage Engineering сделал охеренно красивую вещь. Вот я ее в руках держу, и я кайфую. Если бы она просто была выключенным куском пластмассы, возможно, я бы даже все равно потратил 100 долларов, чтобы ее купить. Это красиво. Колесико, это кнопочка. Как легко тебе раскрутить на бабки, Леша. Ну, реально красиво. Я его даже не запускал. Слушай, а даже не давай запустить попробуем, если он заряжен. Давай, давай. Будем обозревать Rebiter One в прямом эфире. А, сюда еще флешку надо вставить. Не флешку, а симку. А симку. Обез симки не запустится? Запустится? Ну, наверное, разряжен. Давай я сейчас кабель включу. Ну, очень няшная штучка. Ну, прям выглядит. Вот Teenage Engineering, молодцы. О, он разряжен, и вот мне нарисовало картинку, что пошла зарядка. Приятно прям. Там хомяк в колесе бегает. Заяц. Заяц в колесе бегает. Спит. Не бегает, а спитом в колесе. Да. Ну, поздравляю. Чего? С покупкой. Ну, спасибо. Кстати, Леша, у меня тут есть крышка от камеры Sony. Замечательный кусок пластика. Здесь вот видишь, можно вот так вот пальцами сжимать. Ребята из Sony дизайнили. И прям прикольно. Ну, двигается. У меня таких три, Витя. Можешь мне не продавать. У меня таких три. Ё-моё. Чё бы тебе еще продать такого из пластика красивого. Так. Ну, не знаю, заряжается, но не включается пока что. Ладно. Уже в следующий раз расскажу в следующем стриме, короче, про впечатления, когда пообновляю. Но выглядит прям приятно. Да. Приятный кусок пластика. Смотри, ты в прошлом выпуске анонсировал, что мы... Он побежал. Побежал. Заяц побежал. Он теперь бежит уже. В колесе. Он сейчас побегает в колесе и зарядит твое устройство. Ты в прошлом выпуске говорил, что мы с тобой в Турцию поедем. Ну, как мы с тобой, наша команда. Так. Да, и как, чё, мы съездили? О, вот теперь, извини, побежал. Реально теперь бегает. Прикольная анимация. Ну, как? Еще анимации показывает. Ну, ты расскажи, как мы съездили. Потому что мы так и съездили в Турцию. Да, мы съездили, и было просто замечательно. У нас же подкаст про ИАЙ, можно рассказать. Да. Но мы там много ИАЙ обсуждали, на самом деле. Насколько я помню. Мы там ИАЙ обсуждали? Ну, с Аврих. Я совсем плохо помню, что мы там обсуждали. У нас была очень интенсивная поездка. Чтобы как-то подвязаться к подкасту. Короче, ребята, для тех, кто волнуется, хорошо мы отдохнули или нет, мы отдохнули замечательно. А Леш показывает в камеру включающиеся Рэббит. И там написано Рэббит. Я сам через камеру смотрю. Представляете, насколько я люблю нашу аудиторию? Я не смотрю на экран, я смотрю через камеру вместе с вами. Ты смотришь глазами аудитории. Так как у нас аудиоподкаст, надо комментировать. Там сейчас R1 написано и крутится что-то. Э-э-э, слушай, ну графика классная. Кусок этой коробочки еще можно графику запускать какую-то. Классно. Идеально, то есть. Все, а дальше он же бабки. Да ну посмотри, как красиво, господи, посмотри. Ну красиво же. Не, выглядит красиво, да. Выглядит красиво. Ладно. Все, уже после стрима буду баловаться. В Турцию съездили. В Турции кайфово попали на футбольный финал, когда Турция выиграла. Ну, не финал, давай так, но. Ну, типа ладно. Одна восьмая финала, где Турция выиграла. Мы были в маленьком городке. Весь этот город всю ночь ездил на машинах, полил факел, и полиция вместе с ними праздновала. И мы вместе с ними праздновали. Ходили в колоннах, танцевали. Нас никто не побил. Научились правильную турецкую козу делать. Вот такую. Вот у них так все делали. Вот так. С мордочкой, да. Да. Как RabbitM1, кстати, R1. Так что. Я считаю, классно съездили. Ну и, конечно же, подумали над много чем интересным. Может быть, скоро вы увидите результаты наших раздумий. Возможно. Да, могли бы, конечно, кассеты записать в это время. Но не в этот раз. Но это слишком просто. Это слишком просто. Но мы запишем. Да-ка стоит. Кассеты готовы. Мы еще всерьез задумывались о том, что надо бы музыкальный клип записать с Алексеем. А-а-а, ты про это. Да. Да, про это тоже. Но мы забили, короче, и не записали. Блин, я думаю, он бы был слишком не кринжовый, потому что мы бы там, конечно же, это все красиво сделали в Турции. Ну, сто процентов, да, сто процентов. Где мы, и где кринжовые. А-а-а, слушай, и я тебе так скажу. Давай мы еще пару своих песен запишем на кассету, может быть. Ты повышаешь ставки. Как тебе идея? Прям своих, да? Ну, конечно, конечно. Ой, не знаю. Тут просто бы записать кассету. Ну, давай как идею отложим на стеке. Угу. В принципе. Мало ли вдруг получится. Ай, ладно. Давай мы перейдем к тому, что будем рассказывать, зачем мы здесь собрались. А то вдруг кто-то не знает. Что-то ты как-то совсем забыл, что ли, за две недели, как у нас подкаст строится? Сначала ты поешь песню, я заряжаюсь этой песней, потом мы начинаем. Разве? Конечно. Я думал бы сначала рассказываем про всякие ссылки, клуб, а потом... Витя, тебе надо посмотреть Ая-подкаст хоть один раз, чтобы вспомнить, как это делается. Да, я такое не смотрю, Вёш. Ты не волнуйся, я тебе все расскажу. Короче, давай, сейчас твоя песня. Поехали? Да, в чате пишут, что будет Ария, но нет, Ария, оставим её для Лёши. Ты мне скажи, поехали или не поехали? А, сейчас, подожди, я выберу, какой куплет я буду петь. Да ты просто, блин, скажи, поехали, я потом нарежу. Поехали. Без тебя я не я, без тебя меня нет. Они говорят, говорят, это бред. Это солнечный яд, золотые лучи. Они говорят, надо срочно лечить. Я хотела забыть до упора и вниз. Я считала столбы и растерянных птиц. Без тебя меня нет. Отпусти, отпусти. До угла по стене. Мама, папа, прости. Я сошла с ума, я сошла с ума. Она мне нужна, она мне нужна. Эта песня достойна записи на кассете. Всем привет, привет. Вы слушаете 37-й выпуск лучшего музыкально-яйного подкаста под названием «Ай, я подкаст!» И ваша постоянная ведущая, развлекательно-образовательная ведущая Алексей Картыник и Виктор Шленченко. Всем привет, привет, привет. Будьте здрасте. Ну что, лучшие новости про Яй сегодня ждут наших гостей после такой разминочки. Ну, я бы сказал, сегодня самые лучшие. У нас обычно лучшие, а сегодня прям самые лучшие. Конечно, мы сегодня вам расскажем и про то, что там, как там наклоняют OpenAI и всякие регуляторы. И расскажем вам про новые сеточки, которые генерируют смешные видео. Будем рассказывать. Даже про маску мы сегодня вспомним, так что старые добрые новости возвращаются. Но перед этим... Да, и про Google чуть-чуть будет. Ну, про Google, куда без Google. Как это без Google, да? Конечно. Но перед этим давай напомним, благодаря кому мы делаем этот замечательный подкаст. Мы его делаем благодаря NJX. NJX – это лучшее сообщество для тех, кто хочет стать крутейшим инженером. Все так. NJX. Наконец-то я, кстати, научился выговаривать. NJX, пожалуйста, плюсик мне в карму. Да, наши кореша из NJX, собственно, являются нашими главными партнерами. И у наших корешей из NJX есть классная вещь, которую вы, наши слушатели дорогие, можете испытать и попробовать для того, чтобы прокачать себя, в том числе вы и я. И, видите, расскажу, что за штуки такие. Ну, помимо того, что вы все уже наверняка подписаны на сообщество NJX по ссылке, если нет, то подпишитесь. У ребят из NJX есть два крутейших курса, связанных с AI. Первый называется AI Support Software Engineering, где рассказывается всякая разная база про LLM, как его использовать в инженерии, впрочем, программировании, написании документации, рефакторинга и так далее. С упором на JavaScript, Java, Python и HcSharp, между прочим. Мой любимый. Да, Лешин любимый C-Sharp. Курс платный, стоит денег, 40 долларов, но того стоит. А второй курс вообще гораздо дешевле, он называет Prompt Engineering Foundations и подойдет для тех, кто только входит в мир нейросетей и хочет научиться составлять идеальные промпты. Все так, все так. И если про эти курсы вы уже, некоторые из вас, слышали, спасибо вам, если вы их попробовали. И вообще, пройдите, пожалуйста, по каждой ссылочке в начале нашего подкаста. Это очень важно для того, чтобы наш подкаст продолжал выходить, для того, чтобы вы получали классное знание. Так вот, кроме этих курсов, у NJX появилось еще два замечательных направления работы. Эта информация уже будет полезна не обычным программистам, а тем, кто работает в командах и владеет командами, либо менеджит команды. Потому что NJX проводит аж целые образовательные программы для команд. Одна из них называется «Gen AI Adoption Program for Engineering Teams». И, собственно, что сказано, то и будут вам давать. Вам расскажут, как сделают целый тренинг 12-недельный всей команде. И научат монтейнить код. И генеративные AI научат писать тест-кейсы с помощью AI автоматизировать тестирование, имплементировать разнообразные API-шки AI-ные, использовать все это в продуктах и, собственно, закручивать бизнес-логику ваших продуктов вокруг AI. То есть это уже такая прям серьезная программа для целых команд. Так что если нас слушают менеджеры, топ-менеджеры, обратите внимание, ссылка будет в описании. И вторая программа называется «Navigation Team Dynamics» от проекта под названием NJX High. Это не связанная с AI-м программа, но, тем не менее, она направлена на улучшение атмосферы в команде, создание коллаборативных всяческих практик и прививание для команды коллаборативных практик и, ну, собственно, сплочение команды. То есть если в вашей команде не хватает таких навыков, если увидите, что где-то раздрай, может быть, у вас новая команда, то можете тоже пройти по ссылочке, почитать. Специалисты из NJX встраиваются к вам, все вам объясняют, показывают. Сама программа очень подробно описана, занимает, по-моему, около 30 часов интенсивной работы, 5 модулей, 84 активности вас ожидает. Так что тоже обращайте внимание. По всем этим ссылочкам, пожалуйста, кликните хотя бы. Если вам что-то не понравится, то поделитесь с друзьями, потому что мы тут вам ерунды рекомендовать не будем. У нас наши партнеры самые крутые партнеры. Точнее, один партнер у нас самый крутой. Можно сказать, голд. Он голд партнер. Голд, но голд. Слушай, а если люди прошли по ссылкам, увидели прям офигенный контент, поучились, получили навыки и не знают, где эти навыки обсудить, то куда им идти, расскажи. Ну, конечно же, нужно идти в наш чатик. Естественно. Наш замечательный чатик о подкастах в Телеграме, в котором, между прочим, мы проводим стримы, и прямо сейчас идет онлайн-стрим с нашими самыми лучшими подписчиками. С самыми лучшими подписчиками, которые прямо сейчас смотрят нас в онлайне. И несмотря на то, что до онлайна доходит немного, но каждого из тех, кто доходит до онлайна, мы любим, обожаем и стараемся отвечать. Там уже спрашивают, кстати, в чате у нас, когда же мы ведь перейдем на еженедельный подкаст. Ну, я сам этого безумно жду, Леша. Да, я бы так не сказал. Я уже представляю, как ты меня будешь, в кавычках, любить, когда мы с тобой будем не один раз в две недели по три часа заседать, а два раза по три часа. Ты же понимаешь, что то, что новостей имеешь, вообще никак это не мачется. Я могу распрягать с тобой хоть вечность, Витя. В общем-то, да, приходите в чат, у нас там лампово, и все новости там, ну, практически все, большинство новостей появляются заранее, их можно обсудить, можно пообщаться. Можно с кайфом провести время. И не со скручиванием. С чувством, с кайфом, с расстановкой. Расстановкой. Да, ну что, поехали теперь по новостям. Поехали, и начнем мы, угадай, с чего? С твоей любимой рубрики. С моей любимой рубрики «Закон и порядок». Шучу. Шучу, шучу, шучу. Начнем мы... Начнем мы с рубрики «Большие рыбы». Большие рыбы. Основная большая рыба – это кто? OpenAI. AI. Все правильно. Далеко ходить не надо. Все правильно. Давай начнем с паники. OpenAI взломали, Леша. Ты слышал, что OpenAI взломали? Блин, я сразу про язык программирования подумал. Там в ГО, по-моему, паника. OpenAI взломали, да? Да. Ну вот. Взломали. Что общего между Рэббитом и OpenAI? Того и того взломали. Ха-ха-ха. Да уж. Ну, OpenAI взломали давно. И практически можно сказать, что неправда. По крайней мере, по мнению OpenAI. Потому что они этот случай предпочитали замалчивать. По той причине, что по официальной версии никакие данные особо не были украдены, кроме каких-то внутренних документов. В общем, взлом этот кажется странным. Потому что лучше бы вообще не рассказывали про него. Ну, такое ощущение, знаешь. Они пришли такие, ну, вообще-то нас год назад взломали, но вы не волнуетесь, потому что это и злом, назвать странным. При том, что увели секретные переписки сотрудников, в которых обсуждались новые модели. Ну, как секретные, внутренние переписки. Ну, секретные, ну, внутренние. Ну, подожди, там новые модели обсуждали. И это все очень странно выглядит. Потому что OpenAI говорит, что как бы, почему мы вам не рассказали про этот взлом? Потому что, во-первых, пользовательские данные не были затронуты по их заверениям. Поэтому пользователей это не касается. А во-вторых, хакер, который это делал, не связан ни с какими другими странами. Поэтому это не касается безопасности национального характера. И как бы... Вообще, меня очень порадовала формулировка, что это не было угрозой национальной безопасности. Это значит, что может быть такой взлом OpenAI, который будет угрозой национальной безопасности. Кстати, да. И тебя не смутило то, что компанию, которая взломала, приходит и говорит, нас не взломали, вы это, не парьтесь. Типа, что? Ну, это очень странно, да. Ну, да. Проверки какие-нибудь, если были, еще что-то. А так, компания пришла и сказала, что нас взломали, но вы не парьтесь. Короче, новость облетела весь интернет, но облетела именно в той формулировке, которую мы сейчас рассказали, без единой подробности. Вообще по нулям. Нигде нет никаких подробностей. То есть такого уровня взлом, который там, пусть и был год назад, мне кажется, должны прям разбирать по кусочкам. Прям должны компании, которые занимаются DevSecOps, Security, всяким уязвимостям, должны сейчас просто OpenAI раздербанивать со всех сторон. Но нет. Ну, типа, где, блин, справедливость? RabbitMQ, когда в своем устройстве случайно обнаружил уязвимость, что у них ключи можно стоять, так они целую страницу завели, на которой пишут каждый чуть ли не день, писали о том, как движется устранение этой уязвимости. OpenAI просто где-то на какой-то газете рассказал, что их взломали, и на этом все. Почему так? Ну, мне кажется, OpenAI гораздо больше кредит доверия. Какой кредит доверия? Ну, такой. Который, пишку всем закроют, и все. Ну, у меня на самом деле сложились некоторые пазлы. Во-первых, Леопольда Ашенбренера, он уже сам про это говорил, скорее всего, уволили как раз-таки, потому что он сидел в компании в это время, и всем говорил, что так делать не надо, нас как бы взломали, может, давайте как-то про это подумаем. Ну, тот, который книжку написал, не книжку, а набор статей. Ну, можно называть это книжка «Situational Awareness». Кстати, мы ее сейчас с ребятами разбираем прям по частям. У нас вот недавно был созвон, первую часть разбирали. Там есть про что подумать. Если не читали, почитайте. Там про будущее EGI. Так вот, а второй момент. Ну, очевидно, почему там полкан в Совете директоров появился? Ну, все сложилось. Кстати, да, возможно, поэтому. Что-то я бы не подумал. И, может быть, именно потому, что он там появился, эту статью так не расфорсили. Вообще непонятно, зачем про нее рассказали, но, может быть, где-то утечечка произошла, и этот генерал, бывший подполковник, или как его там сказал, стоп, блин, я ему сказал, все, ни слова больше. Мы сейчас там своим АНБ и отделом 51 все расследуем, и никому не пущу ничего. Поняли? Вот я думаю, как-то так. Мне нравится, как у тебя, какое у тебя представление об американской системе безопасности из боевиков 90-х. Ну, а ты что, думаешь, там демократия, да, будут сейчас все сидеть и разжевывать? Ну, нет, конечно. Блин, где так работает? Нигде так система безопасности не работает. Ну, да. Я там думал, там еще на фоне это, Шварценеггер выходит с пушкой, знаешь, как из горизонта, с квадратной базукой, да. Алды должны помнить. Да, там все должно быть. И сервера, и этот, Ютковский с ракетами на самолете летит и бомбит сервер на OpenAI. Датацентры бомбит, да. Надо кино делать. В общем, такая вот ночь. А тебе не кажется, что, ну, что просто это какой-то действительно супер мелкий взлом, и что вообще рассусоливаться на эту тему? Ну, как-то странно, что его так растиражировали. Я бы сделал ставку еще на то, что это просто вброс. Типа, знаешь, может быть, там было такое, что сидят маркетологи OpenAI и такие, блин, ну не может быть, чтобы у нас все так гладко было. Но вот сейчас начну говорить, что мы прям врем. Давайте сделаем хоть какой-то вброс, что мы тоже обычные люди. Да, думаешь, они прям сами срежиссировали взлом или придумали его? Ну, как вариант. Но я все-таки больше верю в ту версию, что течка произошла, а тиражировать ее не позволило правительство. Потому что OpenAI все-таки уже, мне кажется, всем очевидно, что это компания национального уровня, которая является одним из, как сказать-то, ценностных факторов США. Пусть будет так вот. Недалек тот час, когда такие компании будут определять политику стран. Точнее, через такие компании будет определяться политика стран. У нас там в этике как раз будет кое-чего очень близко. Ну да, и, кстати, Ашин Бреннер про это многое писал. А что вы думаете, просто так OpenAI в Китае там закрыл свои IP-шки и блокирует их, когда захочет. Так что вот. Давай дальше про OpenAI. Там забавная новость, конечно. Новость, которая сама себя уничтожила. Там крутая новость, да, потому что сначала сказали, что появится новый участник в Совете Директоров OpenAI, чувак из Apple. И все такие, что, Microsoft Apple? Да, все такие, что, да, а как, а куда, а где, почему инвестиции от Microsoft, а куда они делись и так далее. Ну, там надо сказать, что он наблюдателем должен был быть. То есть у них есть позиция наблюдателя. Да, то есть без права голоса. Без права голоса, но все равно позиция наблюдателя в Совете Директоров дает очень много прав. Ну, ты можешь пообщаться как бы с Советом Директоров и повлиять. Ты можешь пообщаться, повлиять, ты достаточно рано узнаешь всю информацию, поэтому это достаточно весомая позиция. Но антимонопольщики американские сказали, вы что, офигели, что ли? Какой чувак из Apple в связи с директором OpenAI и такой же чувак из Microsoft, пускай и нафиг идет. Потому что там был в рамках соглашения OpenAI и Microsoft, а в Совете Директоров OpenAI тоже был без права голоса наблюдатель от Microsoft. Вот и его тоже погнали, я извиняюсь, с санными тряпками, американские антимонопольщики. Ну, еще не погнали, но это вот как раз-таки отголосочки, по-моему, в 34-м или 5-м выпуске уже обсуждали, что антимонопольщики начали присматриваться ко всем этим компаниям. И я так понимаю, что и Microsoft, и Apple, ну, да, на них стопудово надавили, потому что они буквально одновременно отказались от участия. Причем Microsoft прям вышел, и там OpenAI еще сказали, что Microsoft остается нашим самым ценным партнером, и типа поблагодарили за вот вам доверие оставшимся директорам. По-моему, вот мы с тобой как-то думали в каком-то из выпусков, как OpenAI избавится от таков Microsoft. Вот оно. Вот так, да. Государство само помогает. Забавно, забавно. Прикинь, ты инвестор компании крупнейший, там, инвестировал 10 миллиардов, а тебе даже в своих директоров посидеть нельзя, потому что... Да, даже просто молча посидеть, понимаешь? Просто молча. Там же без правого голоса было. Ладно, да, да. Хотел сказать слово нехорошее. Не надо, потом порезать придется. Да, я думаю, все и так поняли. Ну, хорошо. Вот. Что еще у нас с OpenAI случилось? OpenAI заключили сделку с Time, самый крупнейший, наверное, один из самых крупнейших архивов новостных. Мы, в принципе, новостник. Я, кстати, не знаю, Time и TheTime это одно и то же, по-моему. Вот я настолько не шарю. Ну, TheTime, наверное, в общем, газета вот это Time. И там прикольно, потому что они по бартеру заключили сделку. OpenAI и Time ему дают технологии для внедрения в свои сервисы, а сам получает доступ... Из того, он начает с GPT. Типа того, да. А им дают доступ к столетнему архиву всех статей. Что, мама, не горюй, прямо ого-го. Но забавная следующая новость, ее можно подвязать с этим. Типа, вот смотрите, OpenAI заключает кучу сделок. В OpenAI там такой весь звезда. И кто еще, соответственно, звездой становится, конечно же, Сео OpenAI? Сэм Альтман. И... А что звезды делают, ведь, обычно, когда им звезда в башку стукает? Ездят на крутейших тачках. Все так, все так. Сэма Альтмана застукали, как он ехал, прям, прям зло ехал на тачке под названием Кёнингсгер Ригера. Кёнингсгер. Кёнингсгег. Кёнингсег. Кёнингсег, простите. Почему я плохо выговариваю название этой машины, Витя? Знаешь, почему? Потому что ты учил английский в школе. Нет. Потому что этих машин, это машины, которые штучного производства. Их выпускают серийно, буквально по десятку штук для супер богатейших миллиардеров нашего мира. И вот на такой тачке застукали Альтмана. Если что, у него Реджеры, я посмотрел в интернете, когда выпускались Реджеры, с 16 по 22 год 85 штук их выпустили, они все раскуплены. Сейчас продавались они по миллиону долларов. Последнюю Реджеру на аукционе продали примерно за 6 миллионов долларов. Ну, слушай, что вот мы на человека наговариваем? А может, он в каршеринге взял. Или друг был погонять. Для миллиардеров. Ты вставишь приложение, да, и берешь... Но вы посмотрите этот видос. Ты не посмотрел этот видос? Я посмотрел этот видос, да. Это же смешно. Он там реально такой, типа, я вас не знаю, идите. И выезжает. Нет, ну а что прицепились к человеку? Ну, богатый человек, ну и что? Ну, смотри, там чел просто на улице идет, и на телефон снимает Альтмана в машине. Ну, это же нормально, когда... Ну, ладно. Ну, я не знаю. Я бы так, наверное, не реагировал, если бы меня на телефон. Хотя... Ну, он суперзвезда. Ну, это логично, что я его буду снимать. Мог бы махать ручкой хотя бы из машины, улыбнуться. А так он еще выглядел так, будто бы он как-то совсем плохо выглядел. Странно. В общем, Сэм Альтман. Может, приболел. Сэм Альтман, у вас компании надо деньги Microsoft отдавать, а ты на этих, на Рейджерах коршевиковых ездишь. Ну, ты что? Не надо сейчас так делать. Microsoft уже все выгнали из совета директоров. Хотя деньги вернуть все равно придется. Ну, посмотрим, что дальше будет. Кстати, фотку это видел, я там скидывал в этот в наш сценарий. И Сэм Альтман в машине, и чувак в машине из сериала, господи, как он называется? Академия Амбрелла. Академия Амбрелла, да, вот этот мальчик, который в детском теле взрослый, суперумный. Да-да-да. Очень похоже. На мем? Какой? Ну, мем, где мальчик этот в машине едет, всматривается. Да? Да, да. Окей. И сразу же после разговоров про крутую тачку из Сэма Альтмана можно поговорить про то, сколько таки зарабатывает OpenHeight? Угу. Ревенью в 3-4 миллиарда. 3-4 миллиарда в год получается, да? Да-да-да. Ну, ну, может себе позволить, получается, я считаю. Ну, да, ну, да. Забрал тачку все купил, да? Да. Ну, если купил. Такую тачку. Это там, короче, сделали независимый подсчет заработка OpenAI по косвенным данным одна из компаний. И там забавная цифра на самом деле. То, что 3-4 миллиарда в год, это ладно, по ним сложно оценивать. Но вот то, что у них основной заработок используются GPT+, не сапи, а с подписок 55%. Это подписки на GPT+. Причем, более того, всего 7, около 8 миллионов пользователей генерят эту прибыль. То есть из 8 миллиардов 8 миллионов. Это значит, что очень есть куда расти. Мне кажется. Еще как? То есть развиваться есть куда. Ну, да, 55% мы с вами саму Альтману на его скрытили кеоникс берг. Керби. Керби, Фирби, да, загнатели. Фирби. Вот, 21% они зарабатывают с ChargerPT Enterprise, то есть бизнесом продают. И вот это странно тоже, потому что они так пиарились. Везде этот ChargerPT и в вейжерах, и в гуглах, точнее, GPT и в вейжерах, в гуглах, везде он сидит, а генерирует всего лишь 21% прибыли. Примерно 1,2 миллиона долларов. Я вообще думал, что основные статьи дохода будут как раз не подписка, а API и вот эти вот Enterprise истории. Но нет. Нифига подобного. Я тоже думал, что Enterprise, потом API, а потом подписка. Оказалось, что наоборот. Подписка, 21% Enterprise, 15% API и 8%, что меня тоже удивило, это GPT Team внезапно. потому что я тимом пользовался, я не понял юзкейса вообще этой подписки, когда ты просто покупаешь дополнительный доступ для людей в команде, и у вас там практически ничего командного нету. Тем не менее, эта штука генерит 290 миллионов. Ну, там, наверное, это аппроксимировали, потому что тим-то появился относительно недавно. Короче, странно это все. Странно. 980 тысяч чуваков в тиме сидят в подписке. Кто эти люди? Может, случайно нажали. Да. Там можно промахнуться. Короче, вот такая история, и совершенно понятно, откуда у дорогого Сэма деньги на дорогую тачку. А может быть, это не Сэм на дорогой тачке ездит, может, это его сгенерили? Думаешь? В физическом мире. В смысле? Ну, просто взяли, СОРа сгенерили, и все. Сам Альтман ездит в этой машине. Нет, а там слишком плохое видео для генерации. Мне кажется, пока что СОРа так не умеет. СОРа слишком хорошие видосы делает, судя по примерам. Да. Ладно, хватит с OpenAI, да? Ладно, да, но у нас пока что все будет про бабки. Мы продолжим разговор с компанией из еще одной большой рыбы, компанией Stability AI. Stability AI наняли себе нового директора, которого, видимо, есть калькулятор, судя по новости. Да, чувак понял, Может, он просто этим айпадом пользуется, и там новый калькулятор вышел? А, да, он MES написал стилусом. Короче, чуваки поняли, что на опенсорсе, видимо, особо не заработаешь, поэтому теперь Stable Diffusion 3, который будет использоваться в бизнесах с ревенью больше миллиона баксов, на него нужно будет покупать лицензию. Да, это кажется, как завещал мистер Цукерберг. Кстати, да, это прям хорошо заметил. с Ламой у нас точно такая же модель. Он тоже от ревенью считается, когда лицензия нужна будет. В принципе, ожидаемо, просто странно даже, что они так долго тянулись тем, чтобы сделать свою мощнейшую модель платной для коммерческого использования. А 1 миллион ревенью в год так-то это такой малый-средний бизнес, это не то, чтобы прям много. Да, это же не доход, это выручка. Угу. Поэтому, и причем они не говорят, сколько надо будет платить, какой-то там процент или нет, они говорят, что просто, если у вас больше времени, вы нам напишите, мы там разберемся. Угу. Мы за вас в калькуляторе посчитаемся, да. Угу. Да, ну вот, теперь, ну ладно, я, в принципе, на своем компе Stable Diffusion 3 запустить не так не мог. А если бы смог, конечно, у меня бы было больше миллиона времени, я абсолютно в этом уверен. Будем надеяться, что это поможет компании выжить. Ну, вообще, да, мы тут ржем над стабилити, над тем, что они такие нестабильные, но, честно говоря, будет грустно, если они закроются, поэтому... Ну слушай, ну они же на подписках пытались зарабатывать, у них же есть там подписка и какая-то даже опишка у них есть. подписки до сих пор есть, да. Так что, ну, видимо, не сходится. Вообще, у нас будет в конце в этих статьях про то, что это все большой пузырь вокруг AI, там прям будет очень хорошо понятно, что не все так хорошо и OpenAI, и, может быть, может так оказаться, что OpenAI делает сильно неправильно, в отличие от стабилити AI. То есть стабилити AI, очевидно, пытаются выйти в ноль, а там какие-нибудь крупные игроки, типа OpenAI, Anthropica, они, в принципе, пока что просто набирают пользовательскую базу. Ехали дальше? Поехали, поехали дальше, да, у нас дальше Google. Google, более того, Google DeepMind. Угу. Та часть Google, от которой мы стараемся не ржать, потому что ребята крутые. Мы бы даже, если бы хотели, у нас бы, но вряд ли получилось. Ну да. В этот раз они сделали милую штуку. Короче, исследование сделали, ребята. Короче, взяли свою Jiminy полторашку, моцную. Кто понял, тот понял. И присобачили туда систему Mobility Vision Language Analyze. И так как контекст у Jiminy полторашки прям очень здоровенный, туда все данные с вот этой Mobility VLA помещаются. В общем, что получилось? Строили это все в робота, смешного, кстати, робота, можете посмотреть потом по ссылке. Да, он похож, как будто бы его сделали из сантехнических. Да, кстати. И этому роботу просто провели экскурсию по офису. Ходил человек, прям голосом рассказывал, что, где находится, в какой мы комнате. Этот робот это все анализировал, загружал в Jiminy, и после одной экскурсии полноценно мог сам кататься, анализировать все вокруг. Короче, сделали систему навигации для бедных. Угу, ну как для бедных, не очень-то для бедных. Я думаю, такая штука стоит много денег сейчас. Выглядит хорошо. DeepMind молодцы. Вперед, я такого робота себе покупать не буду, ты будешь покупать себе такого робота? Не, я пока подожду следующей версии, Леш, я... Ну, хорошо, но выглядит он как ездящая и тентакля. Да. У нас там еще будет новость про опенсорсного робота, ребят, для тех, кто не хочет покупать робота DeepMind, который пока, собственно говоря, и не продается. Да. А еще уже не DeepMind, а просто Google начал раскатывать бета-версию нового хрома, который встроен на Jiminy Nano. Прямо можно из консоли эту Jiminy Nano использовать, а можно даже не из консоли, можно даже какие-то приложеньки там прямо в консоли писать. в общем-то работает она локально и, надо сказать, работает хорошо. Jiminy Nano хоть самая маленькая моделька, но отрабатывает прям неплохо. Так что вот он уже... А ты проверил? Я посмотрел, как проверяют. Я не сильно большой любитель хрома. Алло, что прикольного, говорю? Чего ты завис? А ты у меня тоже был такой, ты мне сказал, что там завис? Да ё-моё, блин, что с интернетом у тебя? У меня 4G, самый замечательный интернет в мире. Оранж, я полагаю. Ну, что прикольного? Ну, что прикольного? У тебя локально вообще без всяких танцев с бубном запускается ЛМК, которая может тебе там поотвечать про столицу мира, поговорить с тобой, может даже где-то код немножко поправить. Всё это работает локально в оффлайне. Как это использовать прям пока непонятно. Наверняка мы в каких-то новых версиях хрома увидим какие-нибудь саморизаторы на Jiminy Nano. Но в принципе прикольно, прикольно, что в продуктах появляются ЛМК работающие локальные, которые могут запускаться чуть ли не на утюге. Вот такой вывод. я думаю, что, как думаешь, дождёмся мы в ближайшем будущем ЛМК на утюге? Да, конечно, как же утюг без ЛМК? Ты что? Ты что? Разговаривать с утюгом же надо. Зачем эти колесики? Я вообще не... Эти колесики в утюгах это ад. Вот для меня это ад, потому что там постоянно просто какие-то точечки, какие-то циферки, на одежде какие-то циферки. Я никогда не понимаю, как это надо крутить. Когда у меня вот колесико случайно рукой задевается и скручивается, у меня паника. Мне надо, чтобы ему камеру и Vision-модель, которая будет смотреть на штаны и сама включает на эту температуру. И ты ему... Если ему что-то непонятно, он посмотрел, говорит, что-то я не понял, переверни на обратную сторону. Преворачиваешь, говоришь, так, нормально? Он тебе говорит, да, нормально, все считал, погнали. по-моему, в утюгах... Еще он будет самовыключаться. Ты никогда не оставишь его включенным, потому что он будет сам включаться. А если ты будешь плохо себя вести, то и сам включаться. Да, кстати, компания Rabbit, если вы хотите еще денег заработать побольше, то можете выпустить утюги в партнерстве с Тинниш инжинирингом, я вам даже занесу денег. Леша купит 100%. Да, ну, как-то так с гуглом. Что у нас еще? Дальше у нас Amazon. Amazon. Amazon у нас редкий гость, так сказать. Да, редкий гость, но рыба-то большая, и у нас написано в сценарии, что он хочет ворваться в ее гонку, хотя на самом деле Amazon давно в ее гонке, со своим, как минимум, бедроком, Точно. Который в AWS присутствует, да. Вот, но в чем особенность бедрока в том, что там особо не было своих моделей от Амазона, насколько я помню. Они в основном предоставляли доступ ко всяким ламам там и прочее. Ну, там было несколько, но какие-то совсем тестовых, непонятно, их ли. Да, особо их не использовали. А сейчас ребята говорят, что работают над собственной мультимоделкой под названием Метис. такое себе название. У нас в деревне Метисами называли вот таких смугленьких, как я. Ну, да, это и есть Метис, как бы. Да? Ну, ладно. Ну, рассказывай, что там за Метис такой мультимодальный. Мультимодальная модель, но по сути конкурент GPZ-4O, плюс обещают еще возможность рага туда впикнуть для того, чтобы можно было модельку подстраивать под свои нужды. Потому что понятно, что это будет все представляться в первую очередь в рамках AWS. То есть вряд ли у этого даже будет какой-то чат специфически. Ну, а если они все-таки сделают своего чат-бота публичного? Вот я прям бы удивился. Как-то уже подустали мы от этих чат-ботов, уже не знаешь, куда бежать. То в Клод, да. Ну, посмотрим. Это на самом деле хорошо, что все свои модели разрабатывают. Мне на Метис прям будет интересно посмотреть, потому что Amazon вроде дофига мощностей, чтобы заимприментировать что-то новое, а не переобучить там какой-нибудь open-source ламу или что-то другое. Так что будем следить. Вот следующая компания у нас вообще, по-моему, не появляется. Очень редко появляется. Вот все мы знаем компанию Nvidia. Мало кто вспоминает про компанию AMD. Ну, мы в последнем выпуске обсуждали, что там родственники работают, что AMD в совете с директором. В общем, можно сказать, дочерняя компания Nvidia. Не дочерняя, а племянничественная. дочерняя. Племянничественная. Купила крупнейшую в Европе лабораторию искусственного интеллекта SILO AI. Кстати, SILO классный сериал постапокалиптический, посмотрите. Купила за 665 миллионов долларов. Вот так вот. И это что значит? Это значит, что AMD не теряет надежды утереть нос своему дяде. Сего AMD не теряет. И что интересного там ничего там не интересного. Просто купили компанию, короче. Так они это не... Насколько ты знаешь подробности этой новости? Они как бы это для того, чтобы делать более эффективные карты? Или они хотят какое-то сделать это линия софтварное? Ну, не, я не думаю, что AMD будет делать софтварное ответвление. Им бы процессоры не просрать, извините, конечно, за выражение. Я думаю, что они будут либо затачиваться под существующее решение, делать какие-то конкурентные штуки, типа, не знаю, куд своих, либо они может быть, может быть, но я, конечно, очень удивлюсь, но может быть, они посмотрят в сторону создания новых архитектур процессоров, заточенных исключительно под AI. Поэтому целую лабораторию искусственного интеллекта купили. Потому что там новости говорят, что в этой компании прям очень крутые инженеры сидят, типа, крутейшие. Зачем инженер крутые? Именно вы, это же не хардварные чуваки, которые камушки пилить будут. Ну, да, кстати. Что-то на стыке, что-то на стыке. Ну, будем следить. Во всяком случае, я рад, что AMD появляется, точнее, AMD пытается еще на плаву оставаться именно в рынке AI-ных чипов. Будем надеяться, что все у них получится. А вот знаешь, что прошло совсем незаметно, еще более незаметно, чем то, что AMD у нас редко в больших рыбах появляется? Наверное, это самая конференция Самсунга, да? Ты знал, что у нас существует? Я догадался. Логично, что у нас существует, да. Это самая конференция, которую никто не посмотрел. Но на конференции, естественно, все сейчас показывают AI, и Самсунг тоже показал AI, показали свои новые телефоны, показали нового помощника Galaxy AI, который будет там и переводы в онлайне делать в реальном времени, и рисовать картинки, фотографии редактировать с помощью AI, и ассистент, который будет в заметках там что-то делать. В общем, не показали ничего нового одним словом так-то? Ничего нового, но как будто бы по возможностям от этого AI, внедренного в телефон, мне показалось, что это даже побогаче, чем Apple. Ну, я... Давай, расскажи, что ты там увидел. Я просто не совсем в теме Самсунгов. Я знаю, что они супердорогие теперь. Смотри, я чуть-чуть... Они стоят, как айфоны, я чуть-чуть глянул обзоры этих фичей. Как минимум, все эти AI-фичи уже появились на телефонах новых, и они работают на русском языке. А, вот это хорошо, кстати. Да, то есть то, чего у Apple не будет. У них есть, например, живой переводчик, в том числе в режиме разговора. Ну, живым переводчиком вы пользователей Google, пикселей новых вообще не удивили. У нас существует уже сто лет в обед, так что... На все языки? Конечно. Или только с английского на испанский? Ну, не на все, но русский поддерживается. Угу. Вот, как минимум, вот это как будто бы реализовано лучше. Потом у них появилась возможность генерировать объекты на фотографиях. То есть ты можешь, например, не просто удалить объект с фотографии какой-то, да, например, ты сфотографировал поле, а на нем машина, да, и ты хочешь машину удалить. Вот ты, например, там, на Apple это сможешь сделать. На Pixel, насколько я понимаю, уже можно это сделать. На Pixel это можно было 4 года назад сделать. Ну, тем более. А в Samsung эту машину можно будет наоборот добавить. То есть ты обводишь место, и там появляется машина. И она появляется в соответствии с фотографией. То есть если там картинка реалистичная, то машина будет тоже реалистичная. Это же то же самое, что Apple показал в своих новых операционках. По-моему, они тоже показывали такой инструмент. Не помню, обсуждали. Там такого не будет. Дорисовок не было разве? У-у. Дорисовок там не будет. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, ладно. Все. Если бы это еще стоило, как подписка на какой-нибудь Photoshop 20 долларов в месяц, то я бы даже подумал. Не, ну, стоит это как с телефон Samsung, соответственно. Ты знаешь, я бегло посмотрел на всю эту презентацию, мне понравилась одна штука. Мне понравилось, что они составили конкуренцию AuaRing. AuaRing это кольцо, которое стоит немалых денег и меряет все твои показатели физические. Они там даже... Сейчас очень популярные. Да-да-да. Даже у нашего Жени Тихонов оно есть. И они недавно там себе завезли какого-то AI-ассистента в приложение, который там может запоминать твои данные, аналитику строить. Так вот, Galaxy показали свое кольцо Galaxy Ring. Оно смотрится прям красиво. Я не помню, сколько оно стоит, но, по-моему, соизмеримо с AuaRing. И у них тоже есть AI, который мониторит ваше здоровье и все это одобрено FDM. Точнее, не все это одобрено FDM, а некоторые функции. В общем-то, я прям присматривался к AuaRing. Мне казалось, что странно, что у них нет конкурентов и что они прям дорогие. Я сейчас прям засматриваюсь на Galaxy Ring. Даже так. Как-то так. Ну, плюс они еще могут храп обнаруживать во сне. Для меня это актуальная проблема. Знаешь, бывает, что... Какая-то проблема? Ты же спишь, Леша. Не, ну, если это кольцо сможет обнаруживать мой храп до того, как его обнаружила супруга, то я могу очень сильно качественно повысить наши отношения. Ну, прикинь, кольцо начинает вибрировать, типа, ты начинаешь храпеть, повернись на бог. Да, ну, и отслеживание диабета тоже полезно. Согласен. А оно прям может сахар мерить в крови? Нет, сахар же можно... Ну, сахар можно мерить разными методами, понятное дело, что сахар... Самое лучшее измерение это кровь взять прям инвазивно. но всяческие там маркеры диабета, я так понимаю, связанные с состоянием подкожных вот этих венок маленьких, возможно, с какими-нибудь кожными эффектами можно отслеживать, то есть не напрямую, но косвенно. В принципе, много кто делает, по-моему, даже Xiaomi браслетом. Я помню, был стартап на Kickstarter, который собрал очень много денег как раз на изобретение кольца, которое может мерить сахар в крови, но это было году в 10-м, наверное. Ну, может, не в 10-м, может, в 15-м. И они всех кинули, они не смогли это кольцо сделать. Ну, как ты сделаешь, кольцо, кольцо, оно ездит. Я же ходил с этим с датчиком, по-моему, даже в подкасте рассказывал, датчик на плече, двухнедельный, там прям такая иголочка полсантиметровая, такая не иголочка, а она гнуткая, и она у тебя прям стоит. Там самая главная проблема в том, что окисляются контакты, надо менять постоянно. Угу, а стоит даже фига. Да, 100 долларов стоило. Ну, или 80. В общем-то, в общем-то вот так. Хотите посмотреть сами? Можете посмотреть, конференция недолгая, около часа, выглядит что-то среднее между фейсбуковским ламповым конференцией и снятой Эпловской. Я порадовался, не порадовался, ну, да ладно, никому я вру, я порадовался тому, что там присутствовала Сидни Суини. Да, если кто не знает, обязательно посмотрите. Замечательная актриса. Почему она там присутствовала? Потому что они Я и Аватары тоже показывали, один из Я и Аватаров они рисовали с этой замечательной актрисой. Вот, и они прям в живом эфире попытались в интерактив, они там со сцены прямо у нас, тут с нами, Сидни Суини. Показывают Сидни Суини, она там прям в таком деловом платье, что для нее необычно, и немножко такая ошарашенная, так робеет, так, о, как прикольно. Ну, короче, попытались в интерактив. Это выглядело вот на уровне какой-то кринжательной силиконовой долины, когда интроверты со сцены пытаются разговаривать силиконовой. Что-то такое там было. Короче, теперь точно стоит посмотреть эту конференцию. В общем. Так, ну и что еще? Еще, рассказали же про то, что ИИ будет анализировать физические данные, такие там, как сон, нагрузки, спортивные показатели и прочее. Ну, этим уже мало кого удивишь, на самом деле. Это ж, если бы там какая-то технология лежала под капотом, а так, ну, это обычно на уровне настроить промпт и правильно подать данные на вход. Это правда, да, это правда, но вообще сам факт, что подумай о том, сколько в телефоне информации о твоем здоровье содержится. Очень мало. Ну, окей. В моем телефоне вообще нет информации о моем здоровье. Вообще никакой. Он и шаги у тебя не считает. Не считает. Как он будет считать? Телефон вообще-то очень плохо шаги считать может. Телефон очень плохо может считать шаги, это правда, оно приблизительно как-то может но смотри в среднестатистическом телефоне да это шаги это тренировки мой телефон там знает мой рост вес он их может отслеживать динамику веса по умным весам некоторые люди заморачиваются данные о калориях подают в телефон в телефоне еще в почте у тебя наверняка лежат там где-то результаты анализов то есть все данные для того чтобы предсказывать какие-то моменты но его не есть ну вот это как ты когда говоришь что телефоне есть мои данные анализов меня тут немножко триггерит потому что мои данные анализов есть сука в моей почте и мой телефон не должен иметь без моего разрешения доступ к моей почте поэтому это не моего телефона заслуживает но в целом да я понял то есть ты хочешь сказать что с телефона можно прям наценить столько информации что прям делать хорошее предсказание хорошее я думаю что да ну главное что товарищи дубов майор поменьше их сливали медицинскому товарищу доктора будут сливать еще доктор я посмотрел сколько galaxy ring стоит стоит у нас 400 долларов это на 100 долларов больше чем аура ринг поэтому теперь аура ринг в моих глазах поднялись так но это наверное хорошо если ты в инфраструктуре самсунга живешь тогда да тогда можно и galaxy ring купить и вот я надеюсь что не будет samsung подсаживать на инфраструктуру через кольцо вообще я сильно не люблю эти инфраструктурные войны я за это google пиксель люблю но вот они ну ладно у них инфраструктура софтверная как бы понятно не там тебе почту и диски и все что хочешь а пишки на это подсаживают вас к дворной точки зрения что у них них телефон у них наушники и все по факту ну планшет хромбуки как же ну кто ими пользуется эти два человека которые их же сами перед камон вообще мне всегда нравится смотреть на гугловские конференции где все девелоперы с макбуками сидят всегда это очень мило это между прочим показывает diversity в компании google понятно там даже с конкурентскими ноут да 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 вот на и плоских конференциях никого с хромбуком не увидишь их там отстреливают просто нас на счастье скорее всего что еще ведь что еще еще конечно же илон маск илон маск ваш дорогой на без него мы обещали что он будет и он есть илон маска рассказал что grog 2 уже практически готов до сказал что через след в следующем месяце мы его увидим это июнь и в августе получается мне прям даже интересно посмотреть потому что я нет нет допользуюсь на свое иксовые подписки игроком первым посматриваю пока он тупенький но учитывая что он рассказываю что второго игрока тренировали на самом здоровенном мегакластере на 100 тысяч и чисто карточек будет интересно посмотреть насколько он сможет составить конкуренцию да ну и вроде как он сказал что они останавливаться не будут и игрока третьего начнут сразу же тренировать на новом дата центре да да наверно не но с такими мощностями не удивлюсь ли он будет прям топчик главное чтобы не подкрутили с выбором главное чтобы к выборам может поэтому как раз вторая версия релизится может быть ну а пока мы ждем рука 2 о о про который мы кстати давно не разговаривали замечательный сервис от создателя квор и адам одеанжелы выкатил превьюз и превьюз это те же самые артефакты от антропика но только которые работают со всеми крупными лэм к и потому что по это провайдер лэм ок виде чат интерфейсов там можно создавать ботов на базе разных лэм ок общаться с ними вот они сделали превьюсы я эти превью прям хорошо потыкал они работают также контропиков ски там поддерживается html css javascript запуск можно графики интерактивные делать презентажки обещаю что скоро добавят новые фичи ну скорее всего первые свечей будет завести туда питон то же самое что антропик обещал вот ну там прикольно да он и графики всякие умеют рисовать и ну он единственное что в антропике удобно что это артефакции у них сбоку и они всегда у тебя видны а в по это интерактивное окно но в самом чате роста одно из сообщений да но что интересно по умеет хорошо во-первых редактировать части кода то есть если он что-то написал ты можешь попросить конкретную функцию изменить и он не перегенеривает кота меняет функцию почти без галлюцинации это ну по идее это не фишка по это же на базе лм их все работает но почему-то в помне показалось что лучше работает и у них я не подсчитывал точно но у них по-моему сильно больше контекстное окно для аутпута потому что антропика если ты за 4000 токенов выходишь у тебя появляется кнопка continue и если ты нажимаешь continue у тебя в окне артефактов вот не слепливаются эти два сообщения а в боя прям написал шахматы попросил сделать шахматы по нормальным правилам с яй противником он то все сделал достаточно длинный код написал и вывел и я в эти шахматы тоже немножко поиграл так вот ничего себе не нормально работали все было хорошо ну там первая итерация была такая что все ходят как хотят вообще без правил я его попросил я ему сказал что вообще-то шахматы по правилам должны быть и к эти фигуры каждый ходит по своим правилам пожалуйста заимплементируй он заимплементировал причем кусочком отдельным дописал этот отдельный кусочек но написал его просто типа написал кусок кода говорит вот вот этот кусок кода сделает нормальными шахматы то есть соответственно ничего не запустилось я его третьим сообщением просил объединить два этих куска кода изначальной и то что он дописал он все красиво объединил и все заработало да вот ну поки ушки нормально кстати о артефактах антропиковских мы с тобой когда про не говорили в прошлом выпуске или в позапрошлом или позапрошлом я уже не помню честно говоря наверно в прошлом короче совсем недавно мы говорили и говорили что было бы неплохо чтобы у них появился весь функционал какой джипетис а в том числе возможность публиковать и расшаривать эти артефакты что ты думаешь нас посмотрели послушали да понятно теперь такая возможность есть и теперь не только джипетиса осталось только чтобы у всего этого появился какой-то удобный каталог в идеале еще с поиском рекомендации и пожалуйста ну кстати говоря забавный забавный момент был потому что поза зарелизили превьюз ровно в тот же день почти в тот же час когда антропик сказал что у них появился возможность появилась шаринга артефактов а учитывая что антропик свои первые модели если ты помнишь через по показывал них не было своего интерфейса да так первых клодов только можно помочь даже до кодом не назывался если я не ошибаюсь а нет назывался назывался ну да первых лодок можно было только через по то есть у тебя камера выключилась немножко посидим без моей камеры потому что у меня она перегрелась так вот они в один вот тот же момент выкатить выкатили свои обновления и у по сразу по дефолту была возможность шаринга мне кажется что они либо что что они либо вместе это все как-то разрабатывать синхронизируется либо там какая-то как-то конкурировать пытаются но в общем прикольно выглядело но они точно дружат да я напоминаю что вообще по это то приложение в котором gpc4 появился в не в день релиза а в час релиза gpc4 свое да и томас адам д'анджело чувак который так-то сидит еще совете директоров единственный из всех членов директората который остался после той самой эпопеи с увольнением сама альтмана и он не подписал документы возвращения сама альтмана то есть чувак явно на очень хорошем счету либо очень хорошие подвязки имеет раз остается там не может даже и право голоса есть точно есть он да он как раз таки не наблюдатель а вот китай тоже на месте не стоит с китая редко новости к нам долетают но тут у них была конференция называется она world artificial intelligence conference и они в рамках этой конференции много чего показали в частности меня заинтересовала их моделька под названием сэн снова 5.5 они на базе этой модели дофигищи разных продуктов показывали в том числе конкурентов gpc4 он под названием сэн снова 5 о ясно откуда корни растут это реал-таймовая мультимодалка которая может и аудио и текст видео в общем все то что 4 его может то же самое сэн снова может делать мне нравится что они такие типа а у нас будет 5 о ну а это же 4 у нас кстати да о мне да короче больше можете посмотреть эту конференцию я не знаю будет ли она доступна на английском языке навряд ли ссылочка будет в закрепе на саму статью это будет на конференцию ссылка они говорят что эта модель там по бенчмаркам чуть ли не по большей части бенчмарков превосходит gpc4o ну да видел видел но это не открытая модель навряд ли мы ее сможем потестить минимум без телефона китайского такие новости менее так университет карнеги мелан мне очень нравится название мелан потому что я знаю что мы ланта дыня а не арбуз университет карнеги дыни watermelon арбуз это watermelon вот что логично кстати в том что действительно арбуз очень водянистый ну короче ребята на хаджин фейсе да это точно например прямо сейчас ребята на хаджин фейсе выложили модель под названием ксеус звучит как крутая игра но это аудио то аудио модель которая переводит аудио то есть вы подаете например на вход речь на английском она возвращает речь на русском обучена на целую целой кучи на миллионах часов аудио файлов вот и поддерживает 4000 языков 4000 языков офигеть вот в наушнике осталось такое впилить и все будет в rabbit r1 пожалуйста впилить и будет не будет цены вашему устройству да а вот еще новости из китая кстати говоря нет не из китая хотя я покороче короче там конк есть что это из китая я я по-другому хотел сказать я хотел сказать что у нас часть часто обсуждают что там по лмкам для камушков делают для микропроцесс контроллеров и всего остального иногда ассетуют на то что лмки плохо умеют с работать с программированием с к уровням тут есть двоякое мнение например бобук риша букунов я с ними давно интервью записывал для своего сообщества он наоборот говорит что все лмки хорошо достаточно работают с камнями даже лучше чем с языками программирования потому что для них это проще так вот новость следующая такова что компания тематик запустила лмку одну из первых лмок заточена исключительно под работу с полупроводниками называется 7 иконг и я немножко потыкал можно прям зайти у них есть интерфейс это по факту чат бот то есть просто интерфейс чата с лмк под капотом но которая хорошо разбирается в полупроводниках там можно у него спросить что лучше для каких задач поговорить в общем-то можете попробовать попользоваться с точки зрения программирования не знаю как она работает но она открытая ее можно еще к тому же скачать есть две версии на 8 миллиардов 70 миллиардов параметров все доступных на хайгинг фейси вот как-то так окей а компания название которой лично мне тяжело прочитать но я попробую кайта и labs вот и молодец я сначала посчитал она китайская а я прочитал сначала читайся кутаиси видны из турции приехали на курсы кутаиси да 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 кутаиси это в грузии а ну видно что лёша в подкасте да откуда но это не китайская совсем эта французская и лаборатория которая релизнула сервис под названием моши он же моши чат что такое моши моши это тот самый gpc4o который нам показывали на презентации его точнее голосовая часть которая до сих пор не релизнута у пд я им на релизнута вот эти вот кутаи лапс по моему уже все что я показал зарелизили все ну все но только не опын и я кроме опын и я и даже ссору да даже ссору даже два раза да ну короче с этим моши чат можно общаться там очень высокая скорость ответа всего 200 миллисекунд его можно перебивать и это прям реально общение реально общение в реальном времени да они показали собственно сам сервис можно зайти туда его потыкать он выглядит достаточно забавно там есть пол бегунки голоса работает он по моему только на английском сейчас там маленькая моделька под капотом лм к хеллиум 7b но да не упор делает именно на скорость ответа то есть она действительно очень быстро может вам отвечать и помпа по моему я могу ошибаться но по-моему они это делают для всяких потоковых стримингов сейчас не вспомню экспериментальный конверсейшн алая ну в общем посмотрите это кстати демки с этим моши прям по твиттеру сильно разлетелись когда они зарелизились потому что штучка действительно такая няшная забавная на потыкать ну и там куча настроек можно температуры менять в чем разные температуры как для лэнки так для аудиогенерации можно кучу всего настраивать хорошо с кутаиси labs собрались кутаиси все будете ли кутаиси одиссея одиссея но не космическая одиссея новый стартап греческая не греческая не настольная игра есть одиссея шакал по моему в общем-то стартап который очередной кстати стартап который решил потеснить голливуд помнится у нас уже были такие стартапы на в назывался как-то вей который графику 3d шну и делали не помню где-то в ранних выпуск но и рассказали не вспомню не рану и мэль понятно что там было бы ему моему нет ну в общем то стартап который собирается но если не потеснись то продаться голливуду они делают систему которая генерирует видео с текста тексту видео и эти генерации можно прям менять очень адаптивно там чуть ли не до каждого объекта не для каждого фона объектом выделяешь травичку менять меняешь меняешь сцены движение объектов они пока не показали сам продукт они только сделали достаточно интересный он доз который в котором много еще написано хорошего и показано как это будет работать и что мы не видели стартапы которые нам что-то показывают не выпускают увидели миллион раз но тут собрались не хило и такие люди тут собрались большую часть времени о них говорим на самом деле сне но мы стараемся такие не брать вырезан самом-то деле воде си работают чуваки которые работали над юной от мстителями художники реальные художники которые знают что им нужно как как нужно автоматизировать работу чтобы им было удобнее вот а еще забыл тоже сказать что вообще одессе занимался самоуправляемыми машинами компьютер виженом для машин и это одна из них из их фишек они используют для создания 3d сцен данные со своих вот этих вот наработок для самоуправляемых автомобилей то есть данные из реального мира для обучения используют что тоже до того что они как я понял они не используют чужие данные вообще да они на своих учатся но и среди инвесторов у них и google ventures и уай комбинатор и deep mind даже есть точнее люди из deep mind так что ставки немаленькие что у нас еще по видео кстати о генерации видео наконец-то рановая mail открыл доступ ген 3 альфа для всех примеры ген 3 альфа я надеюсь мы все уже видели и как минимум мы про него рассказывали на демках все было супер-пупер красиво на ранних тестерах тоже вот но релиз случился естественно вышло что не у всех получается с первого раза ну ни у кого не получается с первого раза так скажу но да это вам предостережение потому что быть есть у никумы там генерация дорогая и соответственно чтобы получить хоть несколько генераций у нас заплатить денег сразу все под подпиской и там со слов ребят которые активно пользуются я видел что хорошая удачная генерация где-то раз на 40 выходит сколько это в деньгах будет не помню по моему не баснословные бабки но не сильно приятно хотя те примеры которые выкатывали видел может рекламу volvo офигительную сделали просто да видел то есть там явно сотни генерации были на реклама очень классно вышло как по мне вот нужен такой сервис который будет которым нужно будет платить только за удачные генерации найди таких дурачков и и параллельно с джентри альфа также релизнулась система клинк сервис клинк это китайский сервис мы про него вам рассказывали два выпуска назад 35 выпуске он делает все то же самое генерирует из текста видео очень качественно это делает но им для того чтобы им пользоваться надо знать китайский потому что сайт на китайском весь но если вы пользуетесь переводчиками то не проблема но другая проблема в том что нужен телефон китайской это уже большой ограничитель но тем не менее с клингом тоже уже интернет полнится примерами они тоже удачная и вот забавная прикол что у клинга что и джентри альфа есть помнишь когда выходили первые джентри диффузионки там все были проблемы с тем что не могли пять пальцев нарисовать или да мы текст не могли писать да вот с видео сетями тоже есть так такой обобщенный баг их наверное наверняка не один такой баг но самый забавный который разлетел сейчас тоже по твиттером по telegram команда группам люди рисуют гимнастов они подделывают генерации с гимнастами его с гимнастами вообще не справляют эти нейронки либо со спортсменами там какой-нибудь бегун которого ноги в землю проваливаются или гимнастка которая подпрыгивает начинает в воздухе там просто у нее ноги перетекают в руки руки в ноги и она выглядит в принципе не так кринжово как помнишь раньше на первых порах там джен-2 рисовал пиццу с лицом с расстраивающейся любимая невеста ктулху либо невеста ктулху да классика она не так кринжово выглядит она выглядит так что если издалека посмотреть ты даже может не поймешь подвох а потом такой смотришь блин а как то так она подпрыгнула сделала кульбита у нее руки вместо ног а ноги вместо рук короче посмотрите с гимнастами видосы это отдельный жанр искусства но если так подумать то уже какие большие скачки технологии то есть сейчас недавно этот билл смит у которого пицца исчезает в лице и макароны а сейчас уже вон что слушай наши предсказания сбываются с гимнастами проблема мы с тобой говорили в новогоднем выпуске сделали ставку на то что этот год будет годом генеративное видео и концу года мы получим стриминги какие-нибудь по моему так с тобой говорили и я прям когда-то доставой на бесконечный сериал я ждал мы когда я с тобой до забивался на это мне казалось что это самый нереалистичный прогноз а тут глядишь что с такими темпами действительно концу года получим что-то качественное стимингу очень быстро идет да очень но не у всех идет хорошо потому что это моя любимая часть сегодняшнего подкаста мы в прошлый раз говорили что фигма релизнула и функционал напомним функционал такой что ты пишешь текстом какой интерфейс ты хочешь получить фигма его рисует по промпту строить за тебя интерфейс вот фигма выключила эту функцию она недолго продержалась и не потому что она работает плохо а потому что какой-то чувак сказала напиши мне пожалуйста приложение которое погоду показывает ну погодное приложение и фигма нарисовала ему точь-в-точь приложение как у apple на айфоне прям один в закруглениями с этими классическими там со стрелочками и прочим все как там и другие пользователи тоже начали замечать что многие генерации похожи очень сильно на супер популярные сервисы и в связи с этим пошел слушок что возможно фигма то обучила свою модель на данных пользователей о чем нету в пользовательском соглашении и вот пока что все это и отключили ну кстати не факт что они прямо данных пользователей учали посмотрим что они ответят они-то отключили ну еще надо им выдать расширенный ответ как так получилось конечно то что они резко это отключили явно намекает на то что там какие-то проблемки есть наверное да хорошо ну бывает бывает будем следить а вот perplexity тоже не стоит на месте они обновили свой функционал назвали назвали обновили свой функционал платной подписки просерчи завезли туда некоторые новые фишки типа обработки запросов сложных рассуждения улучшили рассуждения в рамках одного в одного диалога и добавили интеграцию с вольфрам альфа это прям прикольно теперь там можно прям математику обсчитывать и графики строить через вольфрам вообще странно что с вольфрамом так поздно кто-то заинтегрировался потому что кажется будто бы та самая штука которая должна хорошо на машинные всякие лэмки ложится вот да что у нас еще было мы сейчас галопом по европу потому что много вообще перед выпуском казалось что новостей нет но вот когда сценарий составляли оказалось что мелких новостей много попробуем про все рассказать ну что что там в 11 labs давай это больше твоя тема ты расскажи ну давай расскажу про майнкрафт а кстати да ты хорош в 11 labs там небольшая новость но она прикольная своей демкой они представили инструмент войс изолейтер изолейтер который удаляет шумы и записи голоса таких инструментов вроде уже немало но хороших на самом деле на рынке маловато и мы сегодня в сервисах вам даже один посоветуем который там я на практике успел использовать так вот войс изолейтер изолейтер ну ты говоришь микрофон он удаляет шумы понятно но если вы посмотрите демку она очень забавная чувак стоит на крыше рядом с ним стоит какой-то второй чувак который дует на него с промышленного пылесоса прям в лицо ему этот чел что-то там пытается говорить микрофон и потом войс изолейтер полностью удаляет шум пылесоса я не успел попробовать работает ли она на самом деле так но если да то это прям тоже очень классный результат попробуйте напишите в комментариях на ютубе либо в нашем чате как у вас там получилось да угадаю на русском языке наверное не будет работать вот не факт чем дальше тем лучше эти сервисы с русским работают в сервисах мы сегодня попозже вам расскажем про один сервис он с русским прямо отлично сработал то есть уже времена того как это работало с Adobe Heinz speech они вроде как проходят и с языками более-менее популярными более-менее нормально все работает так вот что же там с майнкрафтом то случилось в майнкрафте начали тренировать и агентов чтобы почему это прикольно потому что майнкрафт это достаточно понятная среда для тренировки там очень хорошо настроенная физика при этом система мира построена на кубах также все кубики в майнкрафте да и поэтому с ними взаимодействует скажем так немножко проще чем с какой-нибудь другой-то вселенной вымышленной вот но физика при этом там очень крутая и чуваки сделали агента под названием омни джарвис который как раз обучился как агент вот в этом самом майнкрафте натренировался и может исполнять там всякое то есть ты ему говоришь там построить то то он идет и строит может под испанец танцевать или краковяк ну танцевать наверное танцевать не знаю но ты же знаешь что в майнкрафте в том числе на предможно построить процессор более того там даже можно ларку вычислять буквально пару недель назад чуваки рассказывали как чуваки лмку и я видел как чувак построил процессор графический ускоритель закодил на нем код сделал дисплей на кубах на этих майнкрафтовских играл в майнкрафте в майнкрафт и майнкрафт сделал майнкрафт ну там есть ограничения я вот сказал что они лмку сделали на самом деле не лмку а там сделали сетку которая распознает распознает буквы ты бегаешь по специальному поле персонажа например форме буквы 66 она распознает букву наверное лмку там заимплементировать было бы сложновато потому что надо сильно больше элементов но в целом этот агентом не джарвис прикольно потому что майнкрафт это супер контролируемая как ты правильно сказал несложная среда в которой можно прям тестировать агентов агент это новый тренд и мне удивительно будет если их на майнкрафте первые версии хорошо натаскают а потом уже в реальный мир или в какую-нибудь генерацию nvidia будет прикольно если nvidia тренирует своих тренировала своих агентов майнкрафте мы просто не знаем вполне возможно андрей карпа твоему любимчику конечно конечно андрей карпаты он в принципе любимчик многих он обычно курсы выкатывает а тут он выступил на церемонии награждения победителя одного яйха катона вы и задвинул прикольную парадигму он там много чего рассказывал можно посмотреть этом часовое выступление и в частности он говорил про ллм ос то есть large language model операционная система и суть не в том что он там разработал какую-то операционку новую суть в том что он сравнивает ллм ки с процессорами он говорит что представьте что ллм в будущем мощные лм более мощные чем сейчас по факту будут софтверными процессорами на базе которых будут запускаться все задачи байтами там условно будут токены мы загружаем туда понимание инвайрмента что-то типа world модуль да загружаем туда например описание программы и говорим как надо действовать и на базе лм ки все вычисления производятся и он эту штуку эту концепцию назвал lmos операционной системе на базе лм и в принципе ну кто-то скажет ерунда мне прям понравилось прям идея интересная да мне тоже такое нравится это же по сути на уровне вот с этими world model когда у тебя до процента генерирует интерфейс на лету навряд навряд ли там можно будет все все программы запустить понятно что ты по зуму не созвонишься не созвонишься с виртуальным бити или виртуальным лешей там тебе надо с реальными людьми разговаривать но генерация какого-нибудь контента аудио видео игрового контента на таких операционках вообще ези мне кажется в будущем могут ну да да вот на них как раз и будут те самые бесконечные сериалы появляться сто процентов ну что что еще у нас все теперь теперь мы переходим к науке и технике и начнем мы с новости мы не так давно рассказывали про робота ричи 2 ричи ту от хажин фейс и полин роботикс возможно он вам запомнился тем что он стремно выглядит ужасно просто может быть на вот но новость в чем новость не про ричи ту а про исследователи стэнфорда которые выложили инструкции как создать робота под названием human plus это open source ный робот собственно говоря который тоже по принципу ричи 2 работает его можно собрать самостоятельно и в чем прикол что этот робот human plus он может обучаться движением через наблюдение все на тебя смотрит ты ему помашешь рукой и он по идее этому учиться и тоже машет рукой тебе в ответ это все как тебя я я у меня денег нет но куда остановиться очередь я хочу да там же они робот да то есть и было бы время потому что так то они еще выложили список компонентов с чего он сделан ты его в принципе можешь сам собрать сам в этом смысл да 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 open source на human plus ну и выглядит он на самом деле он выглядит не как человек он выглядит как робот но он не выглядит ужасающе вот эффекта зловещая дарина почему-то на плюсе я вообще не встретил ну пока вы откладываете денежки и смотрите что там надо купить для того чтобы собрать human plus расскажу вам про ученых из нидерландского университета с очень сложным названием даже не буду пытаться прочитать там с n начинается n заканчивается в чем суть ребята с помощью нейрошунта смогли читать мысли обезьянок вот прям всунули прям как и ларионович маскович человеку в голову так они думают обезьянки ну там есть три трюк конечно они не мысли обезьянок на самом-то деле следовали они следовали насколько можно с помощью нейронок предсказывать то что обезьяна видит они показывали картинку снимали сигнал и нейронками докручивая его добивались кого-то какого-то выходного изображения мы такие эксперименты уже видели и там все было очень плохо да вот это было с мрт и человеком да да а тут шум тут не мрт и качество прям офигительное то есть если вы пройдете по по самой работе посмотрите на то что у них получилось там работа очень такая развесистая с примерами то попадание ну конечно не стопроцентно но условно если это какой-нибудь паук то на выходе мы тоже имеем паука да у него больше ножек но по цвету по композиции по количеству каких-то объектов совпадают очень круто то есть не стопроцентно попадание процентов 80 но очень четко передает суть единственное что все что эти нейросеточки рисуют на выходе а то да вот она все один в один похоже на то что мне в снах страшных снится вот то есть как вы знаете в страшных на поняла свежда у тебя там какие-нибудь хрени такие бывают которые в жизни нет и они из-за этого противными кажутся такими очень гадкими неестественными вот тут примерно тот же эффект что-то на похоже что-то похоже на зловещую долину но в отношении в принципе к физическому миру они к человеку но результат прям вау если это делают шунтом на обезьянках я думаю на человеке маск тоже может это делать тем более что он там уже них недавно был стрим этого у нейролинка они рассказывали там там часовой стрим в твиттере можете посмотреть они рассказывают что они чуть ли не телепатические способности уже начинают тестировать и научить пытаются научить людей управлять их роботом как он там называется атлас атласом по моему и атлас то есть но у которого нормально еще не презентовали особо нигде да да вот такие вот у нас продвижения с шунтами в мозгах матрицы как есть так от шунтов в мозгах перейдем к наверное самой неожиданной части рубрики наука и техника по крайней мере для меня неожиданная она будет про open ai open ai запартнерился с лабораторией под названием lanl национальная лаборатория лос-алмас здесь возможно у кого-то уже что-то щелкнуло в памяти но если нет то я дальше расскажу короче студенты этой лаборатории студенты и работники этой лаборатории будут распользовать новейшие gpt4o даже еще те версии которые в паблик релизнулись для того чтобы помогать себе в работе то есть будет модель визуально следить за аномалиями в культивировании клеток предупреждать о том там когда нужно вмешаться человеку и в других биологических исследованиях будет использоваться как такой ну не как полноценный ученый как своего рода лаборант скорее такой вот искусственно интеллектуальный лаборант который будет помогать людям и казалось бы круто больше клеток на культивируем здоровых но все бы ничего но вот этот лаборатория лос-альмас это самая лаборатория в которой атомную бомбу сделали свое время в рамках манхэттского проекта ну вот и они утверждают что им нужен вот новейший чат gpt на исключительно биологических исследованиях и мирных целях прям было подчеркнуто мирных целях не знаю совпадение совпадение несов случайность не случайно конечно не хочется в это верить такое ну уже было много в свое время новостей что и лэнки могут там всякие отравляющие вещества придумывать яды и прочее блин стремно это что-то статички с той точки зрения что мы будто бы в комиксе каком-то живем ну типа может это ну-ка понятно что это просто совпадение да а с другой стороны вот если там что-то такое произойдет то все будут видеть вот вот вы что не видели вот а нож вот там же вот ядерка была вот поэтому ну что ну да это конечно странно но с другой стороны лаборатория то это не серьезная лаборатория может быть и неплохо что они будут внедрять же пяти для улучшения лабораторных экспериментов новость забавная хорошо переходим к закону и порядку закон и порядок баллотирующиеся на место мэра виктор но не наш виктор пока что и наш я надеюсь никогда не наш ну я не знаю тоже не планируешь политику нафиг это все на нафиг это болото нет не сперва важно иметь гражданскую позицию но в политику можно не идти так вот баллотирующиеся на место мэра одного из штатов сша виктор миллер очень американская фамилия короче в рамках предвыборной кампании заявил что вместо него будут применять будут будет решение принимать и я и система чем очень хайпанул растиражировался очень большим количеством статей я систему то он это назвал не скромно очень скромно вик видимо в честь себя любимого вершал интеграйт скорее всего на построена она по его словам на базе g5 4 скорее всего g5 с просто чувак слепил на скорую руку и естественно к нему пришли с вопросами к нему пришли с вопросами много кто во первых нему пришел с вопросами секретарь штата вайоминка сказал вы там не это не припухли то совсем у нас как бы нельзя чтобы кандидаты были я системы на что виктор конечно мог бы возразить что я ж не я система вместо меня просто решение будет принимать ну комон ты политик твоя работа решение принимать вместо тебя ее будет и система делась поэтому там сейчас разбирательство ну а во вторых open.ai как бы не сильно то разрешает свои модели использовать для политических компаний потому что потом open.ai придут и по попе настучат соответственно тейк хороший заявочка хорошая но виктора обложили по всем параметрам пока что виктор вроде как ничего публично не заявлял либо мы не видели но когда вот на него это все свалилось он сказал что все отстаньте от меня я пойду попробую ламу третью прикрутить чтобы не было никаких проблем что вообще не говорит как-то избавиться от того что ему секретарь штата сказал что чувак ты вообще не по понятиям все делаешь да да при этом понимаешь чувак открыто заявил что знаете и это умнее большинства политиков и меня в том числе поэтому пускай он skychair gpt всякие мэрские решения за меня принимает да что у нас еще было в законе и порядке витя что там в японии законе и порядке блин я думал мы побольше поговорим про то что ты хочешь про виктора может быть хорошим мэром ой да ну не ну окей типа gpt может быть хорошим мэром конечно но не в текущем его исполнении мне кажется нет почему ты так думаешь типа боишься что контекст потеряется быстро но у него с целеполаганием с резонингом все сложно плохо я бы сказал как можно такой системе выдавать на откуп решения связанных представитель же некоторые мэры принимают решение не но это понятно что большинство таких людей можно было бы заменить на все равно я я уверен что будущее за тем что все я и системы будут как раз таки делаться для того чтобы решение быстро принимаем применять и там гонка сша и китая она скорее не в том чтобы сделать как можно более крутой я и чтобы сделать систему которые будут быстро принимать решения быстрее людей но блин не знаю я работаю с g5 каждый день меня ко мне кажется что даже да даже если эти системы могут уже применять решение то нужны очень хорошие руки не кривые тех людей которые настроят эти системы чтобы они принимали хоть какие-то решения все но эти решения на супервайзить вот как-то так у меня было и сложилось это да это да блин но это просто была такая не знаю это был тогда весь в пан стал мэром и начал бы это использовать но у нас тогда было плюс 1 новость для этики а в чем это типа давно в чем эти кота этично ли чтобы я системы принимали решение но если они человеком контролируется в конечном итоге то какая-то этика человек сильно одобряет ну а прикинь он там чат же 5 ему чем-то супер странно на совету все равно это применял ну тогда судить будем человека как этого который который не разобрался и решил что все это правильно или ты надеешься что это система которая будут сами все принимать без людей все решения я надеюсь что когда есть будет такой эксперимент панте маленькой деревушке где городским староста изберут и агента без без человека и этот городской снашь понимаешь что мы тогда становимся подопытными кроликами в руках и я не сильно бы хотелось тогда не в своей деревне чужой деревня какой-нибудь который лучше всего вы я и деревня вот и и становится городским старостой в социуме среди других и и тут мы уже приходим к гражданским правам и я к тому как можно существовать двумя сообществами просто сейчас мы управляем и я им и я вроде как пофиг потому что у него нет там ряда характеристик которые бы разрешили ему дали ему возможность быть не пофиг когда у него появится будет ли я и я и деревня я и пацаны которые будут драться с пацанами и с я и пацанами из средней деревни как думаешь конечно бойс и орки оркоподобные роботы знаешь такими этими латами такими брутальными не отёсанными типа со штыками железными торчащими во все стороны такие типа как из безумного макса макса безумного маска безумный маска новая часть так будет называться но окей ладно алексей нет вас сегодня желание на фатализировать я и новости я я вас услышал подожди у нас еще и надо до критика давай попробуем попробуем раскачать тебя следующей новостью минобороны японии опубликовала политику по использованию искусственного интеллекта в военных целях которая включает в себя политику по обнаружению целей с помощью я я сбор разведданных и управление беспилотными системами с помощью я я конечно там прям подчеркнуто что вообще-то человек все равно будет принимать финальное решение у них не будет каких-то автономных систем с и я им то есть не будет ракеты которая сама принимает полностью от начала до конца решения где и взорваться но тем не менее тем не менее японии отмечают что вообще-то уже надо было давно это сделать потому что есть как бы сша и китай которые сейчас занимаются тем же самым ну мне кажется это вот кстати созвучно новость предыдущий потому что тоже про принятие решения кто-то уже конкретно на весах стоит человеческая жизнь но конкретно жизнь там условного врага что наверное вояк немножко другое на весах прикольно да не знаю модель я еще раз напомню что у меня жутко эти новости раньше пугали когда вояки так в открытую рассказывали по своей разработке сейчас я думаю что в принципе хорошо что рассказывают но считаю что это военное наверно надо умножать то все x10 и вот там где-то будет реальность то есть ли они говорят что они дают что они будут разрабатывать системы которые там беспилотными системами управляют скорее всего них эти системы уже есть уже натренированы и возможно даже иногда они сами принимают решение то есть если говорят что они точно не будут принимать решение это скорее всего будут уже но опять это все про скорость реакции то есть это не про то что вояки такие прошаренные хотят использовать технологию первыми потому что технологию суперкрутая команды лмки это нейросети которые ну пока что достаточно на низком уровне интеллиженс развития интеллиженс с английского языка и там не надо ждать каких-то супер крутых фич которые вот именно вояки увидели в этих системах смогли внедрить а сообщество пенсорса не увидела то есть у них такие же инструменты наверное как и у нас хотелось бы верить если у них если исходить теорию что у них такие же инструменты как и у нас как и у сообщества то но единственная причина применять системы это исключительно либо скорость принятия решения потому что человек там где-то не досмотрел где-то не увидел где-то мораль попытался включить и не успел там сделать во время решения либо как тут кстати статье написано это увеличение масштабов и объемов словно там один оператор управляет одним дроном а один оператор вместе с я им управляет стаей дронов соответственно меньше операторов надо у них конкретные проблемы с наймом в армию вот две проблемы скорость решения и масштабирование вот это они пытаются решать это у них видимо получается с третьей стороны а где японии это все тестируют вот они типа беспилотные системы делают анализ разведданных обнаружение цели но и пони шо ди активно нигде не воюют мне вот это тоже нужно здесь каких-нибудь полигонах там я не знаю потраву а ну а чтобы что то есть явно же есть намек на то что нет хотят где-то использовать меня вопросов бы не было если бы они я внедряю системы обороны как бы страны строят обороны понятно на тут на 5 гонка вооружений чтобы показать миру что мы можем и вы тоже мало давайте двигайтесь не знаю не знаю меня это военная тема удручает короче ну да да это большой вопрос где будет использоваться дроны-сталкеры все по тарковскому на все по тарковскому ладно какие-то у нас сегодня законный порядок на грани этики и так скажу ну да надо да и наука и техника тоже но есть такое давай нарк сервисом и ссылкам давай давай нас сегодня рубрика особенно большая а ты хочешь рассказать про тот инструмент который мы с тобой общались или не сегодня а про какой инструмент вот давай мы вспомним не называя его потому что вдруг вдруг не будем по нему расскажут который не ты не они потестировали два дня назад который ты приносил не они не тогда не надо не будем сегодня ноги туда действительно у нас сервисы ссылки сегодня быстрее вообще мы на протяжении выпуска много про модельки рассказывает разные сервисы так что используйте сервисах и ссылках я наверно хочу рассказать про один сервис спасибо кстати паше судакова нашему техническому мастеру нашей команде товарищу короче мы когда в турцию летали у меня была очень сложная задача мне надо было записать спонсорский выпуск для своих спонсоров патреонов эти бороды при этом у меня была только одна камера я был в аэропорту не было ручная камера держа его смотри телефон то есть компания была соответственно видос я снял на камеру залил на телефон это все быстро делается и мне надо было из телефона сделать одну простую вещь почистить звук потому что я в аэропорту записывался там было много шума на фоне разговаривали эти громкоговорители когда объявляли рейсы и надо было собственно подклеить это аудио к видео и залить на youtube так вот подклеить аудио к видео это достаточно простая задача сейчас куча приложений для этого существует и рендерит и но на все но все очень быстро вот почистить аудио без компа но я чищу аудио обычно в специализированных приложениях типа удобно audition сложное десктопное приложение у меня его естественно нет на телефоне энхан спич адобовский во первых он сейчас под подпиской платно это веб-сервис который можно загрузить видос аудио во вторых там ограничение по моему в час на на каком-то базовом уровне подписки вот я не помню он есть еще или нету короче там доза единицы надо вспомнить там есть ограничения у меня файл аудио я записал видос на два часа у меня файл был двухчасовой чуть чуть меньше в третьих и доп энханс мы помним он добавляет к русскому языку английский акцент до сих пор ну и в общем-то в аэропорту я был с пашей мы с пашей вот в аэропорту встретились мы вместе летели в турцию там уже свечком встретились с артурчиком и короче паша говорит слушай так это я уже давно использую сервис называется и ю пи хоник а у хоник я ссылку в описании оставлю и ю пи эйч о н айси дот ком он говорит зарегайся там там бесплатный аккаунт который позволяет на два часа тестового видео прогнать тестового аудио прогнать если понравится можешь подписку я прям зашел там где у нас до вылета получаса оставалось буквально я думал что не успею с обычного интернета зашел к ним на сервис быстренько через google залогинился закинул дорожку вообще ничего не настраивал нажал процессинг и через минут буквально семь мне выдало просто шикарнейший результат она настолько шикарно убрала все фоновые шумы причем она убрала абсолютно полностью под ноль это слегка неестественно даже звучало местами но мне в принципе хватило для выпуска и я уверен что там настройках можно было бы подкрутить но я удивился никакого английского акцента чистейшая моя речь без всяких артефактов без всяких выпаданий без всяких нам вздохов охов прихлопов прискоков без ничего очень круто обработала все по бесплатной подписке вот 1.50 метра обработалась я все спокойно подклеил даже с шумами аэропорта справилась да даже диктор когда что-то там на фоне говорила но даже это откинуло я ну я очень удивился блин нифига себе так что если вам нужен сервис для качественной чистки голоса типа 11 лапас лапсовского войс изолейта на котором есть бесплатная подписка еще не бесплатный пробный режим хороший попробуйте а у фоник дот ком я даже прямо сейчас в чат ссылку скину она валера уже скинул да это именно ну и спасибо еще раз паше за совет классный собственно все на этом сервисе сегодня все всего один один но зато какой какой один но очень хороший эти конфетикам да остается эти конфетика расскажи нам про пузырь а я расскажу про завод давай пузырь смотри идеальная форма 3d объекты это шар да а пузырь это шар получается пузырь это идеальная штука так и как это к этике подвязать вот я тоже знаю поэтому давай я прочитаю новость все таки давай тут статью нам скидывали в чат и она в принципе достаточно достаточно разлетелась по интернету статья называется и я из секс андрей ткущим с хамит билен кое чем ну что переводится как вопрос на 600 миллиардов долларов по факту я фишка в чем компания секвой капитал это большая инвест компания пыталась посчитать сколько ресурсов тратить дата-центра на то чтобы запускать все свои видеокарты на которую запускаются и что я пытаюсь вкратце буквально объяснить они прикинули сколько на это денег уходит они прикинули в примерно сколько из этих всех мощностей окупаются и вывели статистику за последние несколько кварталов кстати сценарий неполную картинку без кварталов выкинул они сделали статистику по вот так вот по вот этой разнице стоимости оборудования со стоимостью которая выплачивается компаниями которые в его используют сделали на квартал 4 23 года estimate и так шел и на первый квартал 24 года estimate так шел и получились забавные цифры получилось что там все очень плохо что во первых оборудование не окупается и на сентябре 1023 года вот этот разрыв был 150 миллиардов долларов между тем сколько стоит оборудование и разницей ну и сколько платится за это оборудование получается к теперешнему моменту то есть по факту почти через год этот разрыв увеличился аж четыре раза достиг 600 там 500 600 миллиардов долларов и из этого они делают вывод что как бы яйный бум вот этих всех производства чипов и запуска все больших и больших лм приводит нас к пузырю который все больше раздувается потому что все больше оборудование дорогостоящего используется окупается но все меньше и меньше тупо сервис не покупается людьми то есть не успевает сервис за оборудованием соответственно там есть несколько вот мыслей что когда-то это все прекратится производители пойму что они вообще в долговой яме и что там будет ну фиг его знает что будет может случиться и как 2008 вводе boom.com of был может случиться что-то другое а может быть все пульнет еще кто знает в целом ребята секвой подняли достаточно такой прагматичный вопрос а как так что делать и вот в начале выпуска я помнишь говорил что стабилити я как раз таки делают все хорошо потому что они пытаются денег заработать она на фоне open и я и не кажется убыточными но с точки зрения open и я это самый крупный игрок по факту open и я и вносит самый большой вклад в этот пузырь потому что они дофигища мощности используют до окупают очень мало ну и вот такая слегка паникерская новость о том что этот пузырь может лопнуть какой-то момент вот что ты думаешь по этому поводу не знаю мне кажется что слишком большие ставки на и я и последнее время ставятся и не только на уровне бизнеса но и на уровне супер крупных компаний и даже государств как мы с каждым выпуском выясняем поэтому не знаю даже если но сейчас экономической точки зрения выглядит как пузырь это не значит и туда не продолжат вливать бабло потому что преимущество при использовании я и они очевидны сейчас я реально может заменять некоторых людей уже сегодня видишь преимущество это хорошо но насколько я понимаю многие производители оборудования для дата-центра в том числе да тоже инбидия наверняка сидят закредитованы но тоже обычно так работали типа не кредиты в крупных банках и делают там производства и когда банки поймут что эти кредиты вообще не окупаются либо но банки же такие штуки которые ну я и хайп и я и хайпом а нам как бы деньги надо сберечь мы не хотим банкротиться когда банки начнут один за одним отказывать в кредитах а потом еще требовать возвращение этих кредитов то можно увидеть очень интересная картина можно увидеть слопывание банка банки слопывание компании банки начали отказывать в кредитах надо чтобы по эти кредиты компании тоже nvidia перестала выплачивать такого пока что нет и ну и что-то я не вижу исходя из этой новости что это предвидится что nvidia вдруг не сможет платить по счетам возможно акции nvidia долбануться немножечко потому что они сейчас какие-то ну очень давно уже знаем что бывает когда акции компании долбаются компания уходит в жесткие сокращения в жесточайшие ну да это то например например компания nvidia скажет нафиг все новые закупки все маска спасибо до свидания в на спасибо до свидания используйте то что есть у нас как минимум будет застой дики такое вот может быть плюс этаж карты видя монополист да и смотри они же делают сейчас по факту айсики ну то есть специализированные карточки исключительно для для того чтобы обеспечивать мощность ломок обучения из инференса ломок то есть эти карточки конечно их можно перенаправить кому-нибудь гейм индустрию или не знаю куда-нибудь еще наверняка можно они еще не они кстати в этом из-за этого скорее всего не сильно хотят идти в разработку конкретно специализированных подлм чипов то есть все сидят и ждут когда же вот этот вот пузырек начнет хотя бы быть стабильным и не сильно расширяться потому что если он будет дальше расширяться то делать специализированные чипы для ломок это патовая ситуация если ломки вдруг и сдохнут нейросети вдруг станут никому не нужны то придется это железо просто на мусорку выбрасывать куда свое железо будет nvidia девать nvidia девать даже несмотря на то что на супер широконаправленно непонятно геймером столько карточек не нужно дата-центром тогда можно биткоины опять начать майнить всегда ну кстати да либо обогревать торговые центры ну кстати можно же проекты по отведению тепла и слушай да разные были проекты но мне твоя идея про биткоин понравилась прикинь все это реально раздувается все больше и больше в какой-то момент компании производители чипов понимаю что они больше не тащат по выплаты они говорят до свидания все мои стартапом и компаниям новым старым тоже очень все плохо но мои низбитки и nvidia делает какую-нибудь свою крипту которая заточена исключительно под их карточки и у нас новый крипто бум потому что у кучу мощностей nvidia новая криптовалюта а после этого все обдумается и будет новый я и бум вообще конечно это денежная система это вообще такая болото тоже это да это да но видишь как как мы к этому пришли мы начинали супер позитивно наш подкаст когда-то полтора года назад а сейчас мы уже обсуждаем специальную возможность того что не подожди подожди когда-то полтора года назад я говорил что у меня орел будет сейчас я уже про орла редко вспоминаю так что у меня наоборот стабильно фигово но окей ну вот вот такая новость сложно этическая но на подумать на подумать о том что может мы реально в пузырьке живем и что с этим делать пока непонятно можете предложить комментарии какие-нибудь варианты с удовольствием почитаем может даже озвучим следующем выпуске ну а кишки а мы перейдем к последней новости рубрики конфетика и последние новости подкаста сегодняшнего сегодняшнего она да она кстати тоже от большой рыбы на самом деле компании сяоми генеральный директор сяоми лэй дзюнь подожди 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 можно на секундочку эти остановлю извини мне очень интересно это прям важно если open и я вот такая большая рыба то по соотношению с ней насколько большой сяоми большой карп или карась блин хороший вопрос наверное учитывая что мы все-таки говорим про и и большие рыбы у нас в первую очередь яичные то я думаю что сяоми меньше меньше рыбы чем open и я и меньше чем на сколько ну насколько на половину но где-то на 70 процентов меньше на 70 то есть примерно так и примерно то есть это примерно как такой хороший карасик я бы сказал да 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 вполне вполне хороший при том что потому что у нас такая щука жирненькая когда-то нормально на своей на своей новой машине катается короче лэй дзюнь лэй дзюнь генеральный директор сяоми объявил что они сделали новый завод в городе чанпин короче и этот завод скоро запустится и на этом заводе будут делать новые смартфоны сяоми вот конкретно эти вот фолды и флипы которые умеют раскладываться там в завод инвестировано аж два и четыре миллиарда юаней завод достаточно большой по площади 81 80 тысяч квадратных метров и завод даже получил уже статус национального эталонного умного производства а почему его производства да потому что завод может работать полностью автономно вообще без людей то есть где-то в него в док а загружаешь компоненты а из дока бед с другой стороны завода выходят запечатанные коробочки с сяоми там еще круче в том плане что они автоматизировали попла пайплайн заказа товаров и высылки товаров то есть там если еще подключить автономик driving cars то в принципе роботы просто будут приезжать на склады каких-нибудь компаний субподрядчиков забирать товары и все и дальше все автоматизировано как ты понимаешь в такой модели расклады не нужны ты просто нажимаешь кнопку заказа на сайте сиоми твой смартфон начинает изготавливаться в этот момент мощности кстати видел там один смартфон в секунду фига сюда один смартфон в секунду а теперь тебе загадка как ты думаешь почему я разместил эту новость в рубрике этика ну так то потому что это у рабочих рабочие места забирает вот виктор ты хороший человек ты думаешь про людей в первую очередь так а ты почему разместил я а я в первую а я в первую же очередь подумал что наверное зря отказался от идеи орла на плече потому что для меня вот эта новость это первый шаг именно тем цехом на которых роботы будут сами себя модифицировать а мы даже не узнаем возможно вообще на самом деле да вот запахло немножко фильмом я робот что там такой же pipeline был ну смотри у меня в начале года я мы с тобой уже несколько раз разгоняли тему того что роботы должны будут там у них когда-то появится яйный мозг уже такие есть роботы которые там и лэмки запихивают сегодня мы про углового говорили вопрос том как они будут себя модифицировать с лэмками более-менее понятно если им дать там доступ к компиляторам что уже в принципе делается то они может нет нет да когда-то начнут сами свой код модифицировать а вот физическом мире с роботами вообще не было понятно как ну то есть вообще непонятно до тех пор пока я не посмотрел презентацию nvidia не увидел как они прямо сильно автоматизируют свои фабрики и обучают роботов виртуальной реальности а после этой новости я понял что эти фабрики уже открываются полностью автоматизированные фабрики с автоматизированными пейплайнами которые пусть и делают смартфоны но как бы там нет человека человек там не нужен и этим фабрикам по факту остается только это мы роботы ну как не ну человек там скорее всего понадобится если сломается станок на прийти по починить станок и наверняка это будет одна из зон для модификации этих фабрик то есть зачем нам на фабрику где нет людей пускать человека более того там писали в этой новости что эта фабрика что эта фабрика хороша тем что там беспилевая среда абсолютно там нет людей на можно дороге кислород с кислородом манипулировать с газами манипулировать соответственно там сделали беспилевую среду чтобы собирать там эти чипы крутые то есть запустить туда человека починить какого-то робота это уже накладки потому что это беспилевая среда например на уже портит все да ну да надо будет после него убирать поэтому это очевидная зона роста сделать так чтобы условные роботы чинили сами себя и вот это следующий шаг как только компания xiaomi скажет что а теперь нам люди не нужны чтобы еще обслуживать там все само обслуживается у меня уже начнут волосы влазить на голову потому что по факту роботы будут модифицировать сами себя и это когда ну ну вот возьми эту фабрику загрузи туда стэнфордского робота которого бы сегодня говорит на которого есть все спеки да и все пожалуйста ну да и смотри они будут выпускать один смартфон в секунду все будут смотреть на завод такие боже мой какая классная черная коробочка думаю что это не черная коробочка потому что там же камеры стоят а роботы просто на камеру будут пускать какую-нибудь сгенерированную картинку либо статическую ну кому так сильно видели это несложно сделать будут выпускать на выходе смартфоны на вход будут заказывать детали для смартфонов и там на одну миллионную деталь какую-нибудь специфическую детальку которую никто не заметит в бухотчетах потому что бухотчеты просто здоровенные и где-нибудь там в отдельной комнатке редактировать а где-нибудь в отдельной комнатке возможно даже камеры не стоит они будут потихонечку собирать какого-нибудь замечательного робот чапи надеюсь вот который потом хорошо если чайки ну это все смешно конечно но честно говоря три года назад было смешно что нейронки будут программировать что-то вменяемое да или а год назад было с ну да они будут видео генерировать да если так задумываться да то конечно чем дальше тем смешнее поэтому я прям немножко ну вот как-то даже не расстроился но это я еще раз ощутил что мы живем в какой-то блин долбанной фантастике в каком-то киберпанке у нас уже заводы без людей сами делают агрегаты офигеть и еще и рабочие места потеряются ну ну как потеряются это ж новый завод там в принципе не было рабочих мест ну да тоже верт так что просто больше людей будут довольны ходить телефонами да и восторгаться национальным эталонным предприятием нового производства здравствует великая коммунистическая партия китая все так это нам по китай заплатил к сожалению нет к сожалению нет все к счастью да на этом заканчиваем что да на этом заканчиваем спасибо всем кто слушал нас а ничего страшного есть над чем подумать ты знаешь я думаю что наши выпуски вот надо слушать а потом идти испробовать или подумать еще вот специально оставляем такой промежуточек в 40 50 иногда меньше минут чтобы у вас была возможность это вы настраиваетесь нас слушать на три часа и вы заканчиваете слушать наш через два часа и такие понимаете что у вас еще осталось время чтобы потестировать это все попробовать может пойти подумать комментарии написать да да же все может так чат зайти а я подкаста конечно читать какие-нибудь фанфики обязательно ребят пожалуйста туда слушал до конца пройдите по ссылкам самым первым в описании это очень сильно поддержит подкаст и поможет нам дальше выходить в том же режиме обязательно поставьте звездочку и лайк на youtube или на подкаст платформа чтобы еще больше людей про нас узнали и прокачивались выяя то есть я еще странная этот подкаст делаю с точки зрения осведомлен вооружен они с точки зрения ой как классно позитивно смотрите в каком идеальном мире живем а я делаю с точки зрения ой как классно позитивно стрельцем ком мире живем да поэтому его записываем онлайн и чтобы тут не было свой драки видите видите посмеялся прям как доктор зло в этом фильме ты подумал про миньонов да а я сказал доктор зло подумал про вот это блин блин напишите как это фильм за старых фильм где был такой лысый чувак с котом док на полно стену powers of steam powers в общем-то у нас а ты хорош да в общем поддерживаете нас поддерживаете хорошее начинание поддерживать проект который вам нравится из нашего подкаста обязательно подпишитесь кстати на linkedin витя ой да забыл же сказать забыли забыли ссылочка будет описание ведь там как прям нормальный контент такой постит так что и в инстаграме у него контент хороший я прям почитываю ну что а с вами были а я подкаст а я подкаст развлекательно образовательно искусственный интеллектуальный подкаст на русском языке всем большое спасибо пока пока и как у нас говорится like share anywhere у меня идеально было у меня тоже все пока пока все всем спасибо пока пока блин у нас первый раз идеально получилось ну у меня тоже если что да а у меня прям идеально вообще буква в букву ну потом проверим как это вышло у меня мама мы живем в коллектив paranобы aminoам мы занимаемся постоянно сыми Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...